Элегантно парящая в воздухе четверка, от которой захватывает дух, это наша женская сборная по парашютному спорту «Иллюзион». В декабре прошлого года чемпионки впервые покорили небо Дубая. Эмираты давно уже стали не только центром туризма и бизнеса, но и спорта. Ежегодно здесь проходят десятки престижнейших соревнований. Сейчас наши девушки как раз парят над дубайским ипподромом, площадь которого более 6 миллионов квадратных метров. И это неудивительно, ведь именно скачки являются здесь главным видом спорта общий призовой фонд соревнований более 26 миллионов долларов. Ипподром Майдан, что очень созвучно с украинским Майданом. И на русский язык переводится как место встречи. Встречаются здесь, конечно же, богатые и знаменитые. Хотя отличить публичного человека от простого миллионера на этой ярмарке Чеславе практически невозможно. Во время скачек здесь даже проводят конкурсы на самых элегантных зрителей. Недавно здесь побывали Том Джонс и наш Рамзан Кадыров. Но, говорят, их присутствие осталось практически незамеченным. Кстати, на последних соревнованиях, проходивших в марте прошлого года, самой элегантной зрительницей оказалась москвичка Виктория Шелепова, поразившая всех шелковым платьем кремового оттенка и винтажной шляпкой. Но главный куш на этих скачках сорвали японцы. Лошадь по кличке Виктория Пиза пришла к финишу первой. На фоне трагедии, которая в тот момент разворачивалась в Японии, эта победа была воспринята как проведение. Победители торжествовали, хозяин соревнований, шейх Мухаммед, покровительственно улыбался, а публика отрывалась под песней популярной британской певицы Джесси Джей. Сегодня одна лошадка на тренировке ногу подвернула, надо лед приложить. На конюшнях шейха Муса главный человек, о лошадях знает не понаслышке. За плечами 10 лет в седле, а комната буквально заставлена кубками. Скакунов у шейха много, но он знает, какой именно корм предпочитает та или иная лошадка. Это микс из разных смесей, с низкой калорийностью, средней и высокой. Смесь с чесноком, овсянка с медом, ячмень с оливковым маслом. Но если вдруг питомцу меню разонравится, состав смеси тут же поменяют. Человеческая жизнь здесь у лошадей, хочу сказать. За них можно только порадоваться. Есть у Мусы и свой любимец на конюшне. Вот он, жеребец по кличке Сиаф. В 2004-м он выиграл мировой чемпионат. Сегодня у Сиафа банный день. Прохладный душ на свежем воздухе лошади обожают. Нам повезло. Я первый российский журналист, которому выпала честь помыть лошадь шейха. Такой вот жеребец стоит 300 тысяч долларов. Но это не самый дорогой, бывает и больше миллиона. В общем, квартира в центре Москвы. Чтобы все время быть в хорошей форме, бегать только по кругу рысакам недостаточно. В хозяйстве Мусы есть и лошадиный бассейн, и даже фитнес-зал. На беговой дорожке каждый скакун проводит от 5 до 20 минут каждый день. Нет, я боюсь, что такой скорости, как лошадь, я точно не наберу. Арабский конь во всем мире всегда считался образцом скаковой лошади. Для поддержания этого статуса правители Дубая не жалеют никаких денег. Скаковая индустрия здесь давно уже вышла за рамки спорта и больше работает на престиж страны, привлекая нефтяных магнатов, голливудских звезд и миллионеров всех мастей.